Ну и снова мы с вами, Вин Вин Лайф, 19 выпуск, у нас новый гость, Татьяна Васильевна Андросова. Здравствуйте, Татьяна Васильевна. Добрый день. Хотелось бы спросить вас, как вы относитесь к старикам? В смысле, к старшим поколениям, да? Ну то есть вот слово «старики» вам не порежет? Вообще не нравится и режет, да? Людям серебряного возраста, так скажем. Это уже больше, ну, мне подходит. А вы в обиходе слышали, когда кто-то общается, там, может быть, говорят там, «А, мои старики там уехали на дачу» или «Мои старики сидят дома». То есть вам не хочется таких людей как-то поправить? Или, может быть, вас интересует, почему такое обращение к родным людям? Прямо не знаю, как разжидеть. Вообще, те, кто в моем окружении со мной общаются, знают, чем я занимаюсь, знают мое отношение к этому слову, как бы, я в окружении не слышу. Если это где-то на улице, то я, наверное, не решусь подойти и исправить. Ну, наверное, правильно. Да, вот. Ну, теперь мы раскроем секрет. Татьяна Васильевна у нас занимается и ведет свой собственный социальный бизнес. Это частный дом «Забота» в городе Красновишерск. Кто является вашими клиентами? Ну, вообще, изначально дом задумывался для всех желающих, так скажем, для людей, которые попали в некую трудную жизненную ситуацию. Но жизнь показала, что все-таки нашими услугами больше пользуются люди все-таки старшего поколения. Как сейчас красиво их называют, люди серебряного возраста. И вот за глаза нас называют «Дом престарелых», конечно. Ну, а вы сами как относитесь к такой формулировке «Дом престарелых»? Ну, «Дом престарелых» для меня это тоже, как сказать, режет ухо, да? Потому что свою деятельность мы ведем в своем частном доме. И я бы, скорее всего, называла «Семья для пожилого». То есть мы каждого нашего гостя берем себе в семью. И отношения вот внутри семьи нашему, внутри дома строя, внутри семейные. Ну, невозможно же там быть семьей, наверное, с десятью бабушками. Или все-таки это реально? То есть вот и десять, может быть, десять бабушек и десять дедушек у человека? Ну, да, конечно. Почему бы нет? Я вот абсолютно счастливый человек. У меня тринадцать, на сегодняшний день тринадцать дедушек и тринадцать бабушек и десять дедушек. Ну, наверное, никто не может таким похвастаться. У нас есть многодетные семьи, да, у которых детей много, а у вас много бабушек и дедушек. Совершенно верно. У меня мама моя, когда я начала заниматься этим делом, сказала такую фразу, что «Мои родные бабушки и дедушки меня не увидели». То есть я в детстве не знала, что такое бабушка и дедушка. Но вот сейчас вокруг меня много бабушек и дедушек. Продвел. Понятно. Скажите, пожалуйста, Татьяна Васильевна. Наверное, это и психологически сложно, все-таки социальные проблемы – это проблемы эмоциональные, они ведь… Их нельзя назвать просто бизнесом. Это ведь все-таки, ну, действительно, вкладываешь свои эмоции, и иногда очень тяжело. Что вам дает силы на эту работу? Может быть, творчество какое-то, может быть, а может быть, сами бабушки и дедушки дают этой силы. Говорят же, что… Ну, мне кажется, любой бизнес, любое дело, если делается с душой, то и получаешь от этого, ну, может быть, не удовольствие, а какое-то удовлетворение. Вот, ну, я, допустим, знаю, что я не зря работаю после таких слов, когда мне говорят, что я тебя люблю. Еще несколько времени назад это были совершенно чужие люди, мы даже не подозревали, что мы встретимся. Когда, вот, допустим, я уезжаю надолго в командировку, да, у них есть потребность, чтобы я им позвонила утром и сказала, допустим, всем, там, приятного аппетита на завтрак. Ну, то есть, так же, как и в любой семье, да? Как в семье, да. Когда мы с бабушкой беспокоятся, как… Мы скучаем друг по другу, то есть, если я собираюсь в какую-то командировку, я должна обязательно предупредить, что меня не будет, я уезжаю, зачем, почему. То есть, они в курсе, ну, в принципе, всей моей жизни, ну, и я тоже, это моя семья. Вы видите, в чем там, может быть, какое-то развитие своего бизнеса? Или вот вам этой семьи этого достаточно? Или у вас есть какое-то стремление, может быть, мечта, желание, что-то хотите улучшить, совершенство? Про расширение, если бизнеса, то, работая уже 4 года, я все больше и больше убеждаюсь, что такие дома, что действительно строились, какие-то междусемейные отношения, не должны быть на многое количество мест. То есть, 20-25 – это вот такой максимум, чтобы действительно люди там нашли себя, какую-то свою… Ну, могли себя не просто жить, а, ну, в чем-то выражать, да. У каждого у нас есть портфель, так скажем. У нас есть староста такая вот внегласная, да, которая вот ложится после спать, когда все уже легли спать. Когда они уходят, проверяют, все… И все, и тогда у нас Депутин Петровна все пошла с чистой совестью спать, все проведены. Вот. Но если расширение, то это только другой дом, без всяких пристроев, потому что вот эта семья, ну… То есть, она уже сформирована, да? Да. И однозначно расширять ее вы не видите смысла. Нет. Ну, скажите, вот все, которые у вас живут, у них родственники какие-то, кто-то есть еще, кроме вас? И есть, конечно, есть. А как вы с ними строите отношения? То есть вы забрали, говорите, все, теперь это наша бабушка, счастливого пути, и отдыхаетесь. Нет, ни в коем случае, конечно. В субботу, воскресенье у нас в доме слышны и детский смех, то есть приезжают внуки и правнуки, навещают своих бабушек и дедушек. Вот, и вот я уже говорила, что мы стараемся строить такие вот внутрисемейные отношения. Одна из традиций нашего дома – мы справляем праздники день в день. То есть, если Новый год, то мы следим за большой стол 31-го числа декабря, приглашая и родственников, и вся наша… Прямо родственники приезжают 31-го? Редко, но вот сейчас стараются на праздники, но вот на Новый год – нет. А на 23-е, на 8-е марта, конечно, знают, что мы все вместе будем праздновать, едут с подарками тоже. Вот, и мы вот именно в день в день справляем дни рождения за большим столом. Всех 25-ти. Да, день рождения. Ну, они у них не в один же день. Когда день рождения? Как у вас тогда вообще каждый день праздник? Ну, да. Вы такие счастливые. Вот сейчас есть праздник. Замечательно. Вот я, конечно, сама не была, допустим, в доме престарелых, государственном. Ну, я знаю, что их очень строго контролируют, как бы проверяют. Все-таки пусть это семья, но там же какие-то требования должны быть. Вас тоже проверяют? Нас тоже очень жестко приезжают. Какие организации к вам приезжают в качестве проверяющих? Те же самые, что и контролируют государственные учреждения. Роспотреб, Пожанодзор, Министерство социального развития. И как вы считаете, вот это обосновано вот так же? Может им закрыть дверь и сказать, счастливого пути, это моя семья. Я не хочу выпускать. Было такое желание, может, так делаете? Нет, конечно, такого желания. Желание, наверное, в глубине души есть, но, конечно, мы так не делаем. Однозначно контроль должен быть. И со стороны проверяющих органов. Ну, вот сейчас, конечно, идут у нас перемены в социальном предпринимательстве. И я надеюсь, что будут на законодательном уровне созданы некие, может, дорожные карты, может быть, какие-то законы, может быть, приложения к существующим законам, чтобы нас не равняли всех под одну гребенку, государственную и частную. Ну, я вот хочу сказать для наших зрителей, что Татьяна Васильевна еще является председателем нашего клуба «Женщин-социальных предпринимателей» за 2016 года при Верхнекамской торгово-промышленной палате. Татьяна Васильевна, мы с вами были 25-го числа на общем заседании у депутата Государственной думы Сазонова Дмитрия Валерьевича. И как раз присутствовали и представители соцзащиты, Роспотребнадзора, ПОЖнадзора. Я видела там таблички еще и фонд социального страхования, здравоохранения там же были. И были аналогичные вашему предприятию руководители со всего Пермского края. И судя по тому, как оживленно велась беседа, все-таки действительно, наверное, дом на 20 человек и дом на 320 человек, требования должны быть, наверное, все-таки разные. И по этому мероприятию я поняла, как остро стоит проблема. То есть, причем проблема не только в том, что есть официальная очередь, там озвучивали, что до 180 человек очереди стоят в одном районе. То есть, если все районы собрать, то это просто нереально. Это столько одиноких людей у нас есть, которые уже не в состоянии сами себя обслуживать. Скажите, как вы видите все-таки вот это вот решение, вот этого, я бы даже сказала, казуса, когда требования государственному в 300 человек и частному в 20 одинаковые, которые, в принципе, не должно быть, наверное, так? Действительно, проблема очень острая, поэтому круглый стол с Дмитрием Валерьевичем был очень оживленный и затянулся. Мы не уложились ни в один регламент, хотелось еще разговаривать и еще. Но самое главное, вот, что власть нас услышала, увидите, они нас увидели уже давно и начали проверять, действительно, как большие государственные учреждения. Но сейчас хорошо, что они нас слышат, что они готовы идти к сотрудничеству, будут создаваться рабочие группы. И мы, как пионеры, я думаю, что поможем в создании. Своим опытом, да. Мне кажется, что они были готовы всех вас закрыть, им было бы так жить легче и проще, и все как бы стало сразу понятнее. Потому что для того, чтобы существовали такие организации, как ваша, это надо работать, искать какие-то новые пути решения. И у них приходится что-то менять в своей работе, а у них так мягко и хорошо и красиво все на бумаге уже расписано. Вот вы сами ответили на свой вопрос. То есть хорошо же идти уже по накатанному, да, накатанному. И новое всегда пугает. Но опять же, сейчас мы находимся в положении развития предпринимательства и тенденции в Российской Федерации, что эта сфера тоже должна быть конкурентной. То есть, в принципе, получается, вам сейчас нужно стать такой же жесткой, как они. То есть за вами 25 человек. И получается, таким, как вы, также придется встать в одну линию обороны. Или все-таки мы найдем консенсус, как вы думаете? Я думаю, что мы все-таки найдем консенсус. То есть именно дипломатическими методами? Именно, да, дипломатическими. Может быть. Самое-то главное, что вся эта работа была во благо человека. И конституционные права тех же пенсионеров, людей серебряного возраста были не нарушены. То есть, чтобы их желания тоже были учитывались. То есть не считали представители власти, что если человеку, допустим, за 70, то они лучше знают, что ему надо. То есть даже человек за 70, а иногда и за 90, может отлично понимать, что он хочет, где он хочет и от кого он хочет это получить. Совершенно верно. Спасибо вам большое, Татьяна Васильевна. Сейчас мы запишем с вами небольшую нашу аудиовизитку. Вам нужно будет проговорить, кто вы, какую организацию представляете, по каким телефонам можно вас найти, где вы находитесь. Пожалуйста. Андросова Татьяна Васильевна, частный дом «Забота», город Красновишевск, Пермского края, поселок Сейсмопартия, улица Геофизиков, дом 16. По телефончику можно с нами связаться 8 902 79 42 668. Спасибо. 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 Спасибо.